Добрый день. Добрый день. У нас сегодня опять полный зал. Во многом это связано с темой доклада и личностью докладчика. Андрей Евгеньевич, не удивляйтесь таким словам. Ну, я думаю, коллеги, на самом деле еще проблема в том, что очень большой резонанс на дело, так называемый мониторинг положения вузов, которые провела Миноборнауки, которые сейчас только ленивые не пинают. И в этом плане понимать, как этот мониторинг, например, связан с форсайт-видением состояния высшего образования в будущем. Плюс к этому последние обсуждения интегрированные в законопроекты идут активно. И тоже возникает вопрос, а как там видится высшая школа. Поэтому, думаю, интерес не случайен к тематике. Исаак Давыдович будет чуть позже. Он назван у нас дискуссантом. Он в администрации президента. Александр Борисович Соколов должен появиться вот-вот. Еще один дискуссант от Миноборнауки, руководителя департамента госполитики Миноборнауки. Но я думаю, что мы начнем работу сейчас, не дожидаясь дискуссантов. Думаю, у нас и без дискуссантов найдется много кто, что может сказать по проблематике. Итак, Андрей Евгеньевич Волков. У него очень много разных титулов. Я его назову просто «Снежным барсом». Это один из многих альпинистов в России, который на самом деле носит это звание. И, ну не буду острый называть, давай «Снежный барс». Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю вас за внимание к этой теме. В бизнес-языке есть такое, как известно, понятие управления ожиданиями. Я хотел бы сразу ответить, чего я не буду делать. В этом смысле я не готов комментировать мониторинг. И то, что я буду говорить, никак не связано с действиями ни коим образом Министерства науки и образования в области мониторинга. У меня есть к этому отношение, но это за скобками. Если будут вопросы, пожалуйста. Но то, что я обсуждаю, с этим не связано. Второе. Я никогда не выступал... Я много раз участвовал в дискуссиях в этом зале. Они связаны были с управлением образованием, с политикой в области образования. Но я никогда не выступал на исследовательском семинаре здесь. И для меня принципиально, чтобы потом нам как-то не разочаровывать друг друга, я имею в виду, чтобы я вас не разочаровал, не ждите от меня исследовательских концепций или каких-то эмпирических данных, связанных с обоснованием этих концепций. Это для меня важное замечание. Чтобы установить правильный протокол коммуникации. То, что я буду обсуждать, весьма субъективно, а не объективно. То есть это не является массовой практикой или развернутым массивизированным представлением. Грубо говоря, если переходить на какой-нибудь металлургический язык, есть много заводов, которые разливают сталь, и надо бороться за их эффективность. Там есть искусство управления. Я такая маленькая организация, которая в области композитных материалов, если пользоваться этой метафорой. Вот в таком ключе я хотел бы построить наш разговор. Третье обстоятельство, оно тоже важно для меня, как граничные условия нашего разговора. Многие вещи, которые я буду обсуждать, естественно, опираются на узкий и субъективный личный опыт. Когда я говорю слово «личный», я не имею в виду только себя индивидуально, но и ту организацию, которую сейчас последние шесть лет возглавляю. Я имею в виду Московскую школу управления Сколково. И то, что мы там практикуем, в значительной степени, но не все, связано с этим подходом, который я хочу сегодня вместе с вами обсуждать. Поэтому, раз это так, ни в коем случае, ни в смысле рекламы, я хочу начать вот с... Это мне важно по содержанию. Вот здесь такой график есть. Он технический, но я иначе не придумал, как проиллюстрировать тот образовательный проект, которым я занимаюсь. Это школа управления. Мы, как и всякая обычная школа управления, работаем со всем диапазоном программ. Это имеется в виду и MBA, и Executive MBA, и Executive Education, и всякие исследовательские центры, и так далее, и тому подобное. Этот график рисовался не для этого семинара. Но я еще уместно его здесь показать, потому что он свидетельствует о том росте, который мы в области образовательных программ. И тут ужасно мне не нравится слово «услуга», но я должен его, так сказать, другого слова не нашел сказать, в области тех сервисов, которые мы предоставляем. Давайте я скажу пока таким языком. Это миллионы долларов по другой оси. Но это сейчас не имеет значения, коллеги. Да, да. Ну, просто мы когда планируем, обсуждаем. И я хочу сказать, что это не просто... К чему я тут привел график? Это не является моей выдумкой, связанной с тем, что я книжек прочитал много или поездил по разным университетам или бизнес-школам. А я это пытаюсь реализовать в сотоварищи на практике. И у этого есть какая-то такая практическая перспектива, я бы так сказал. При этом я хочу напомнить, я всегда об этом говорю, так сказать, с гордостью, мы в нашем проекте нет никаких государственных денег, мы совершенно другого типа проекта работаем на другом рынке. В этом смысле это то, что мы сделали, то и сделали. Без административного ресурса. Но теперь к содержанию того, что я хочу обсуждать. Мне очень... Когда-то, размышляя на все эти поводы, о которых я буду говорить и обсуждая со своими товарищами, и читая Ортегу и Касс, это, кстати, издание, которое выше школы экономики, да, вот, и я нашел подтверждение своим шальным представлениям и мыслям, я позволю процитировать. Прошу никого не обижаться, это не я, это он. Университет не должен позволять среднему студенту напрасно тратить часы своего времени, воображая, что он станет ученым. И второе, преподаватели должны отбираться, исходя не из исследовательских достижений кандидата, а из его синтезирующих способностей и педагогического таланта. Моя практика, ну и предметы моей веры очень близки к этим мыслям, несмотря на то, что прошло уже, так сказать, 80 лет, это его публичное выступление перед студентами в Мадридском университете. Я солидарен с тем, что он здесь говорит и с тем, что здесь обсуждает. Хотя, вообще-то, если взять дискурс, который сейчас есть в нашей стране, сейчас это значит последние 10 лет, это звучит, ну как-то, немного со временем, поскольку, начиная с 2004 года, доктрина на воссоединение науки и образования стала официальной доктриной. И это очень хорошо. Это очень хорошо для нашей страны. Но я хотел бы обсуждать с вами следующее. Считаем, что этот путь пройден, он уже лучшими университетами, такими, как Высшая школа экономики, осваивается, двигается, Вы здесь занимаете лидирующие позиции. И, слава Богу, я бы хотел обсуждать, а что, а есть ли что-то за этим? Есть ли какая-то другая концепция неисследовательского университета, где в центре лежат не вот это святое и хорошее исследование, производство знаний, и потом их трансляция в образовательном процессе. Именно этот узкий момент я хотел бы сегодня с вами проговаривать. Вот небольшая статистика для того, чтобы укрепить свою позицию, чтобы уж совсем быть, так сказать, не отвязанным. это статистика по объему исследований, которые в разных странах мира, мои коллеги помогли мне составить этот график, расходуются и где они расходуются, кому отдаются деньги. Из этих соображений составлен этот график. Мы видим, что традиционно в англосаксонской традиции и немножко в континентальной Европе это традиционно еще хорошо, а во многих других странах, ну и почти график совпадает, главные разработчики нового. Я сейчас не могу точно специфицировать этот тип знания. Все разделения на фундаментальные прикладные я считаю чрезвычайно условными. Они отнимаются корпоративным сектором. У последние 50 лет этот тренд нарастает у того места, где эти знания должны цвести, если взять за основу концепцию Гомбольта и исследовательского университета 1708 года. То есть деньги в другую сторону двигаются, и можно сказать, ну и бог с ним, а можно к этому серьезно относитесь. И вот, собственно, я пытаюсь сказать, это тезис и утверждение, что следующая концепция, которая является накрывающей и объявляющей, является концепция, связанная с попыткой угнездить или утвердить университеты не как транслятивные институты, обучающие, и не только как исследовательские центры, но и как центры, которые порождают и имплементируют знания. Инновация в полном смысле этого слова, а не частичный аспект. Мой тезис довольно жесткий. Я считаю, что передовой класс смещается туда, а раз так, следовательно, и внимание, и финансы, и политические коврижки, и социальные результаты смещаются в эту сторону. Я, конечно, мог бы здесь говорить, ссылаясь на примеры, любимые мои, там, Массажирский технологический институт, отчасти в той или иной степени Стэнфорд, и дальше перечислять этот ряд, я хочу подчеркнуть, что претензия быть не аутсайдерами этой борьбы за инновации сохраняется в некоторых так называемых образовательных институтах, университетах тоже. Не все сдались на волю R&D-центров, консалтинговых компаний, сингтенков и разного прочего других организаций, претендующих на производство знаний и на их имплементацию. И на получение большую долю социального пирога в виде, допустим, финансирования разных типов от этой претензии. Мне кажется, принципиальным разделить в этом разговоре, когда уж мы говорим про инновации и амбиции, три типа занятий, нельзя сказать профессий. Базовый тип связан с поддержанием деятельности в предельном широком смысле. Мне вынужден говорить таким абстрактным языком. Я считаю, что в свое время одновременно с зарождением и дальше триумфальным шествием индустриального подхода, это 18-19 век, ведущий тип, собственно, он был и связан с появлением особой корпорации, университетской корпорации исследовательского типа, фан Гумбольта. Я считаю, что этот тип освоен, особенно с переходом в массовое высшее образование, он стал почти тотальным. Подготовка людей к функционированию. Ничего уничижительного в этом слове нет, или я прошу его не искать. Конец 19-го и 20-й век, с моей точки зрения, ознаменовался массовым появлением такой фигуры, и, собственно, Шумпетер это зафиксировал в своей книжке, фигуры предпринимателя. Сейчас мода на такой тип отношения, и у нас сильно распространяется последние, особенно, 10 лет. Но, вообще-то, эта фигура, как важный агент, важный участник социального действия, появляется примерно в это время и стремительно отвоевывает свои социальные позиции. В первую очередь, это связано с инженерной деятельностью, а не экономической. Я считаю, что здесь, я называю это образованием 3.0, соответственно, 1.0 это теологический университет, 2.0 это исследовательский университет, по моей такой рабочей типологии, а 3.0 это политехническая школа, когда нужно было другой тип поставить в центр, тип инженера. Когда я говорю инженера, я имею в виду инженера с большой буквы. Человека преобразователя, конструктора деятеля. Все с большой буквы. Этот тип выходит на арену в 19 веке и начинает заниматься все больше и больше времени. Это не значит, что он задвигает в угол, или уничтожает, или поглощает исследовательский тип. Он делает его совоподчиненным, с моей точки зрения, и включает в цикл производства знаний и производства человека. Мне кажется, и я в этом очень сильно сталкиваюсь, в своей эмпирической деятельности, когда я говорю про эмпирическую деятельность, я имею в виду, ну вот, наша работа сейчас, как школа Сколкова, довольно уже массово, имея дело с российскими корпорациями, и частными, и государственными, большими, большими образованиями, там, от 50 тысяч работающих, в среднем 100 тысяч работающих, там, с определенным объемом выручки, вот 5 миллиардов. Такие большие системы деятельности. Какие-то из них это бывшие министерства. И здесь важнейшим типом становится тип, мы его на сленге называем, трансформатор. Люди, имеющие потенцию и амбицию на трансформационные отношения к деятельности. Потому что найти пустое место, ну, конечно, мы любим говорить про Стива Джобса, и корпорацию Эрпо, про Билла Гейтса, и так далее. Но это крайне редкие примеры в современном мире. А, в общем-то, все, деятельностное пространство занято. Почти тотально. И чаще всего приходится сталкиваться с тем, что нужно что-то поменять, потому что изменились ключевые параметры или ключевые обстоятельства жизни и деятельности. Поэтому мне кажется, что ведущим сейчас типом отношения и тип из спроса на человеческий капитал, позвольте мне так говорить, будет вот это вот отношение управленца развитием или на сленге мы говорим трансформатора. Соответственно, под этот тип людей, мне кажется, традиционное классическое исследовательское образование и традиционное инженерное политехническое образование не справляются с этой задачей. Именно в массовом масштабе. Не справляются отсюда все эти разговоры последние 25 лет. Не наши разговоры, не российские, а мировые разговоры про кризис образования. Ну, так или иначе, они всегда присутствовали. Но они, если посмотреть литературу, очень сильно... Кстати, Вышка издала несколько книжек, в том числе «Университет в руинах», где обсуждается конец концепции классического университета и многое другое. Я присоединяюсь к этому, хору голосов еще, и пытаюсь найти альтернативу этому ходу. Либо улучшать, полировать, шлифовать, например, просить больше денег на существующий исследовательский тип, либо искать другой тип, который, может быть, будет ответом на этот запрос, на этот вызов, как сейчас часто очень говорят. И мне кажется, что, во-первых, тип этого человека вот такой, и неважно, чем он занимается. Это может быть сфера гуманитаристики, искусства, науки, собственно, управления, в узком смысле этого слова. И неважно, тип объекта управления, национальный, государственный, негосударственный, коммерческий, некоммерческий и так далее и тому подобное. Я считаю, что это не различаю. Соответственно, это довольно старое утверждение. Мои коллеги, например, Виктор Александрович знает это очень давно, я повторяю эту простую мысль достаточно давно, но я считаю, что в современной конструкции так называемого высшего образования, то здесь к словам нужно относиться осторожно, что мы теперь называем высшего образования, когда у нас в бакалавр приходит 80% населения. Что же такое высшее образование? Это то, что послешкольное, или что-то мы другое имеем в виду? Я считаю, что двух компонентов не хватает. То есть обязательно должно быть туда имплантировано и технологично инсталлировано проектно-программное отношение. Уже недостаточно изучать что-то, выявлять законы или эмпирические последовательности, а потом транслировать это. Нужно порождать и практиковать в этом вот такое трансформационное, изменяющее, деятельное отношение. И это не признак какого-то отдельного центра или какой-то лаборатории. А должно быть интегрировано в так называемый теперь образовательный процесс. Эта интеграция заставляет нас переопределить все. И то, что мы называем исследованием, и то, что мы называем образованием. Что мы имеем в виду? И ряд параметров этого типа образования я хотел бы назвать. Но, во-первых, что разница стирается между факултей, профессорско-препятательским составом и так называемым студентом. То есть отношение административного подчинения в такого рода системах начинает размываться. Это соучастники. Вот не зря, например, в бизнес-школах слово студент, как правило, в школах управления не присутствует. По-огрейски называют participants. Участник. Не студент. Тем самым фиксируя другую иерархию отношений. Не учится такая единица, как человек. Как индивидуал. В этом смысле нет индивидуальной оценки. Я говорю в пределе. Есть только оценка за командную и групповую деятельность. Которую позволяет себе выставить организация команде. Это никак не возбраняется от того, что потом где-нибудь человек может себе как-то либо сам, либо в каких-то других формах получить индивидуальное оценивание. Мы все склонны получать всякие такие признаки нашего социального отличия в разных формах. Соответственно, возникает проблема другого отбора. Не по академическим результатам. Например, у нас, когда мы проектировали Сколково, была длиннющая дискуссия, которая длилась с нашими зарубежными товарищами полтора года. Это принимать поджиматую или не принимать. General Management Admission Test. Ну, где, вы знаете, там баллы даются, и по баллам. И ВУЗ говорит, ниже этого балла не принимают. Что-то типа нашего ЕГЭ, но только для бизнес-образования, для управленческого образования. И мы решили, что нет. Соответственно, сразу поставили себя в трудную ситуацию. А по какому принципу вы будете говорить, кто проходит или кто не проходит? И это уже очень нетривиально. И, кстати, психологическое тестирование здесь никак не помогает. А замерить вот это вот проектное, драйвовое отношение, деятельное отношение, очень сложно. Современная социометрика не позволяет делать это технологично. Да, конечно, приходится входить в экспертную процедуру. Индивидуальное оценивание, когда такие, кто умеет, должны принять на себе ответственность, сказать, да, он тоже умеет, или потенциально в нем это содержится. Что-то похоже уже на образование в области искусства, когда так принимают в театральные вузы или во что-нибудь подобное. Соответственно, методика обучения. Понятно, что читать лекцию про лидерство ничего глупее придумать нельзя. Это нужно придумать способ практикования этого. Что, собственно, сделать в рамках лекционно-семинарской системы, как вы все понимаете, мне кажется, здесь я говорю довольно банальные вещи, не представляется возможным. И отсюда суррогаты или заместители в виде там симуляторов, модельных систем, тренажеров. Кстати, вся идеология кейсов собственно и появляется как антитеза, то есть попытка заместить тот недостаток, который дает теоретическое обучение по поводу управления. Если бы теоретическое обучение спокойно справлялось с управленческой практикой, не нужно было бы выдумывать эти кейсы со всеми пионерами и Гарвард, и Квинску, и все остальные. Собственно, кейсы бизнес-школы скопировали из юридической практики в первую очередь, из этих школ. Они сами это все выдумали. И, наконец, очень важный принцип, для меня он принципиальный, что в этом обучении принципиально должна быть разрешена и культивироваться ошибка. Не наказываться, не умолять достоинства того, кто ошибся, а ошибка должна провоцироваться в этом образовании, для того, чтобы было что потом обсуждать и из чего извлекать знание ad hoc, практическое знание. Если нет этого, то, собственно, научить, слово научить надо употреблять сдержанно, инсталлировать, уйду таким словом, этот тип отношения и эту способность невозможно. Вот такие параметры этого учебного процесса. Что лежит в ведре? И у меня вот такое амбициозное название нашего моего разговора, это содержание высшего образования, потому что, когда мы говорим о высшем образовании, вот в этой комнате, я участвую много лет в этих дискуссиях, мы говорим чаще всего об институциональных условиях, о параметрах финансирования, автономности, регулирования, и бог знает о чем. Последние годы стали говорить о методах, технологиях образования. Мы почти никогда не касаемся вопроса, а что в ведре, а что транслируется. Ну, ведь так понятно, есть предметное содержание, там, макроэкономика, эконометрика, социология, маркетинг и так далее и тому подобное. Говорят, ну, о чем мы говорим? Это и есть содержание образования. С моей точки зрения, это уход от ответа на этот вопрос. И практику, которую мы осуществляем последние лет 15, указывает мне однозначно, а я предупредил, что я буду субъективным, и в этом смысле ограниченным в этом подходе, я считаю, что в ведре образования должна лежать нерешенная или нерешаемая принципиально для этих людей задача, не имеющая ответа для них. Она должна быть для них проблемной. И не существует подсказки, или не существует правильного решения, не существует в принципе. и сталкиваясь с такого рода задачами, ситуациями или проблемами, рафинированные люди, которые знакомые, так сказать, практикуют какую-то философскую работу, должны понимать, что я должен очень сдержанно говорить слово проблема, различать их от задач, от затруднений, от разрывов. Это все суть разная, но я пока это сваливаю в одну корзиночку, говорю слово проблема. Она требует обязательно специально организованной позиционной коммуникации. И никакого другого способа индивидуализировать эту задачу и самому одному вечером на листочке на кухне все это решить не существует. Либо это не та ситуация, которая требует такого типа образования. А соответственно, требуется следующего слоя высокого, теоретического, конструированной на идеальных объектах для того, чтобы получить это самое знание, которое решает эту ситуацию. А некоторые знания, которые можно обобщить, мы превращаем в методики, в так называемые инструктивные знания, которые позволяют нам решить ту или иную ситуацию. Мне кажется, вот эти три процесса, проектное отношение, делание того, чего нет. Позиционная коммуникация, которая позволяет это решить. И идеализированное конструирование, тут я заимствую термин у Рассела Акова и соответствующая книжка, его так называется, Idealized Design, я тут беру кальку с английского, мне кажется, это является ядром вот такого типа образования. Третий раз повторюсь, это не умаляет достоинства обычного, нормального, стандартного образования. Я не знаю, какой еще пример привести, я учился вот в таком обычном нормальном образовании, сам лично, и ничего не умер. Соответственно, я пытаюсь построить не только вот этот вот концепт, как идею этого образования, я пытаюсь его положить в центр организационной единицы и решить задачу возможности существования этого. потому что очевидно же на уровне интуиции, что так определив содержание образования, вы вынуждены переопределить все. Что все? Я уделяю 6 ключевых задач при проектировании образовательного процесса или проектировании программы, или проектировании целой организованности образовательной. Это может быть корпоративный университет, собственный университет, техникум ПТУ или школа, доходительский сад с обучением или магистратурой, или что-нибудь другое. Сейчас для меня это не важно. Первый важнейший тип отношения, ну, начнем с этого, содержание и технологии. Собственно, по технологиям я уже делил какое-то время в своем выступлении, про содержание я сказал, я его кладу внутрь нашей дискуссии. Второй. Здесь все слова надо брать, к сожалению, в кавычках, поскольку я двигаюсь в область такую не очень институционализированную. И прошу вас так к этому относиться. То есть я считаю, что определение того, на какие рынки, слово берем в кавычки, мы выходим, пока у нас в основном-то один рынок, это рынок государственного финансирования. С небольшими добавлениями. Мы частично, конечно, компенсируем себя деньги, и деньгами из кармана. То, что у нас называется внебюджетным финансированием. В массовом образовании. И здесь очень важно определить масштаб или размер того, сколько может выдержать одна единица. Но мои эмпирические представления указывают на то, что все, что выходит за масштаб пяти тысяч человек или там ста программ, требует уже какого-то дробления. Вы спросите, почему это чисто эмпирика, анализируя разного рода образовательные единицы, в первую очередь за рубежом, ну и экспериментируя на себе. Очень важно новое пространственное решение, фасилити. Очень важно его переопределить. Для такого типа процесса нужно, например, другого типа аудиторный фонд. Бессмысленная поточная аудитория на тысячу человек. Очень важна, поскольку мы помним то, что я говорил в начале, что учится такая единица, как не человек, а команда, следовательно, базовая пространственная единица, это должно быть 5-10 человек, которые решают ту или иную проблемную задачу. И потом могут воссоединяться в управляемую коммуникацию. Грубо, мы эмпирически выявили, что это может быть 10 таких команд одновременно. Следовательно, форма 50-60 человек это максимальная, возможная, коммуникативная единица, которая способна обучаться. Чтобы удержать то, то, что мы экспериментировали и со 100, и с 20. В 20 не хватает культурного разнообразия, интеллектуального разнообразия, а в 100 уже невозможно удержать ни на никаких схемах, ни в каких формах то разнообразие представлений, которое актуализируется в этой дискуссии. Соответственно, и проектирование кампусов, если посмотреть проекты и дизайны кампусов за последние годы, с которыми мне приходится иметь дело, они приближаются к этому формату, исчезает вот этот вот поточный вариант, например, исчезают амфитеатрные типы аудиторий. Все переходят чаще всего на флэт, на плоские формы, потому что другой тип коммуникации нужен. Это влияет на архитектурно-пространственное решение образовательного процесса. Соответственно, меняется отношение к профессорско-пределательскому составу в такого типа образования, где люди такие, как человек, способный управлять такого рода коммуникацией. Мы никакого другого слова лучше, чем фасилитатор и модератор не нашли, хотя это слово очень занято другими значениями в нашей практике. А тот, кто умеет конструировать знания прямо в дискуссии, я не могу найти такое слово уже несколько лет для того, чтобы им обозначить. Никакие иностранные аналоги не нашлось, а в русском языке приходится вот так несколькими словами объяснять. Мы для простоты внутри называем это модератор проектной работы. Соответственно, люди, которые способны администрировать такое, люди, которые способны обеспечивать соответствующими исследованиями, они являются вторичными, они подносят патроны к такой тип образования. Вот такая комбинация профессор-копереводовского состава становится очень критичной. Я тут почему привожу цифры, к сожалению, это не для этой дискуссии дело, я попробовал сделать оценку бюджета такой самостоятельной единицы, она может быть комплексирована из нескольких таких единиц, можно сказать, из нескольких профессиональных школ, можно собрать такой университет, или у нас в традиции институтов, для того, чтобы эта схема начинала быть устойчивой, а я апеллирую к средней цене преподавательского труда на мировом рынке, потому что по умолчанию подразумеваю, что этот институт глобализированный, а никак не внутренне национальный, вот такие цифры, на 5000 студентов нужно бюджет как минимум иметь 200 миллионов долларов, чтобы обеспечить самосуществование этого учебного заведения. Ну и последний пункт, пожалуй, самый важный в таком роде подходе, это нужно уметь сформулировать свое отличие от всех остальных. Сколько мы перешли в открытое образовательное пространство и сказать, что я готовлю социологов или маркетологов, это значит в современном мире ничего не сказать. Очень важно в современном мире сказать, чем вы отличаетесь в глобальном пространстве и почему с вами надо иметь дело. Исследовательское, проектное, студенческое, преподавательское, почему к вам нужно приходить, почему с вами нужно взаимодействовать. Вот отсюда проблема позиционирования, которая еще не стояла, я считаю, 50 лет назад так актуальна, сейчас при открытости мира становится критической, хотя это неважно, даже я бы сказал, что это принципиальное отличие образования условно говорю 4.0, это теперь уже распространяется и на исследовательские университеты тоже, которые глобализируются или стремятся становиться мировыми университетами. Я считаю, что этот подход и модель в первую очередь касается так называемых профессиональных школ, а если быть точным, транс-профессиональных школ, я говорю в первую очередь об этом типе образования. И тот опыт, с которым я знаком в области инженерии или синкретических областей, там, геотехнологий, подготовка людей для оборонного комплекса, я не в нашей традиции об этом говорю. Собственно, школы управления, которые очень часто вигрируют, как ни странно, в многие гуманитарные философские аспекты, ну и школы социального и джинринга, они так или иначе все чаще и чаще, раньше это был исключительный удел, в первую очередь, архитектурных школ и так далее, они перепозиционируют и перепроектируют себя для того, чтобы подготовить людей, как я их назвал, таких вот трансформаторов для современного мира. А для этого они должны переопределить содержание, а для этого они должны переопределить все остальные аспекты этой организованности, которую можно по традиции называть университетом, если у нас не находится другого слова для этого имени. Вот что я хотел бы обозначить для начала дискуссии. Благодарю. Андрей Евгеньевич, как всегда у нас вопросы, коллеги, вопросы на понимание, но уточнение у кого есть вопросы. Вот у меня есть такой неприличный вопрос, Андрей Евгеньевич, вы начинали приптичу бизнес-школы в Тольятти, много лет назад, и тогда вы активно использовали терминологию Московского Медлургического Кружка. Вот сейчас вы уже уходите от терминологии. Вот можно спросить, вот это с чем связано? Я бы в штуку ответил, допускаю, что в этой аудитории сидят люди верующие, допустим, разной конфессиональности, но мы же в быту не употребляем эту терминологию. Вот то же самое, это является предметом моей веры и моего интеллектуального бэкграунда. Но здесь я решаю инженерно-педагогическую задачу. И поэтому, да, конечно, многие вещи заимствуются мною из этой традиции, из этой школы, я считаю, чрезвычайно мощной и практичной, не умаляя достоинства других школ. Между прочим, тогда, когда я с ней столкнулся в 90-х годах, теперь мы знаем, что параллельно такие же ветки были в Соединенных Штатах. Я уже упоминал школу Расселла Акова, потом длинная ветка Питера Сингея в Существительском психологическом институте, а еще раньше системный подход. Это уже немножечко другое. Да, у этого есть традиция, но это уже, так сказать, кухонный разговор для меня. Какие основные это вопросы? Так, коллеги, это я про историю спрощил на самом деле. Ну, кстати, этому проекту, который вы упомянули, уже исполнилось 21 год. Он живет и здравствует. Давай. Спасибо большое, коллеги. Может быть, пока вопросы на понимание раскачиваются, я задам два вопроса. Андрей Евгеньевич, вот у вас там на седьмом стадии стоял университет для инновационной экономики. Это ваша позиция? Просто, на мой взгляд, университет это и есть узел сети инновационной экономики. Он не для нее, уж скорее она для него, но он ровно ключевая роль. Или вы все-таки считаете, это для? И второй вопрос здесь в отношении тех единиц измерения, которые у вас на девятом слайде поставлены. Они связаны вот с чем? В чем вы рынок это мерите? На рынок какой выходят у вас университеты? И в чем вы кампусы мерите? Разве кампусы в метрах мерятся? Кампусы это же интенсивность коммуникации, другая. В интенсивностях и плотностях ли мерить их? Вот эти вопросы, они просто по схеме той, которая, это именно на понимание. Хорошо, да, хорошо. Для рынок и кампусы. Три вопроса я пометил себе. Значит, для или не для? Конечно, но это, я не знаю, что вы имеете в виду, есть такая форма мысленности, что образование и есть центр цивилизации, что оно не прикладное, а она порождает все вокруг себя. Но это уж очень рафинированная и сильная позиция. Мне она очень близка, но я стараюсь ее, чтобы людей не пугать и не инсталлировать публично. Потому что последние сто лет, собственно, не только у нас и везде, образование было поставлено в прикладную позицию. Это индустриальная модель? Индустриальная модель. И, конечно, те примеры, которые я называл, и попытки Стэнфорда, там, в Пулуальто и MIT, вот в этом, то, что называется дорога номер 128, это попытка быть центром с законодательной модой. Центром развития, влиятельным институтом, который все определяет. Да, есть такие попытки, есть такие, в этом смысле, для этой дань, компромиссной дань традиции. Конечно, я имел в виду именно это. По поводу рынка. Я уже делал такую оговорку, я рынок, здесь беру слово в кавычках, а именно, я имею в виду рынок и административный, и политический, и исследовательский, и образовательный, и в первую очередь рынок людей. Потому что я много раз произносил этот тезис, главное, за что конкурируют современные университеты за два типа человеческих ресурсов, за умных студентов и за интересных преподавателей. Самые два главных дефицита, а не деньги. Но деньги есть просто обслуживающие. Вот, я закончу, это дискуссия. Да, а что касается кампуса, ну, конечно, можно говорить в таком гуманитарном языке, это плотность коммуникации, но когда ты платишь за бетон, все-таки ты должен сказать в квадратных метрах, и я, когда решал такую задачу, когда мы инвестировали в строительство кампуса, мне пришлось все-таки, кстати, именно с архитектором обсуждали плотность коммуникации, коммуникационное пространство. Но, тем не менее, надо было все равно получить оценку, во сколько надо этих самых метров, для того, чтобы реализовался тот или иной тип учебного процесса. Вот почему я там ставлю в метрах. Так, пожалуйста, коллеги, не забывайте, что мы работаем с регионами, представляться в микрофон, Юрий, пожалуйста. То есть нас еще кто-то слушает? Троицкий, Юрий. Скажите, пожалуйста, если университет вашей логики все меньше становится местом производственного знания, значит ли это, что остановится местом подготовки специалиста по его трансформации, значит ли это то таким местом в условиях России становится Академия исключительно? Если я так был так понят, то я, конечно, не очень удачно сказал. Конечно, нет. Конечно, не Академия. Я пытался показать, что этот тип организаций, я поэтому метафорично и говорю, университет 4.0, поскольку я имени могу найти адекватно этому, этот тип организаций, он является производителем знания, но другого знания, я его называю инструктивным знанием, методическим знанием, не принадлежа его значения. А внутри обязательно остается, и я много раз эту оговорку сделал, вот это исследовательско-емпирическое отношение. Но оно у меня в моей идеологии попадает, я надеюсь, я никого не обижу, в обслуживающую функцию. Владимир, пожалуйста. Вот меня очень привлекла ваша идея. Владимир, представься, пожалуйста. Супкин, Владимир Самойлович, институт социологии РАУ. Меня очень привлекла ваша идея командности, но не видите ли вы здесь существенной угрозы, потому что вы не оговариваете этику организации команд, и есть команды и команды. И в этом отношении соорганизованность и совместность деятельности людей, если она работает на деформированной этике отношений внутри этой работы, то она ведет к очень таким негативным ситуациям, деформации, и за этим стоят очень опасные угрозы жизни человека в современном мире, что снижает его мобильность и вообще самостояние. Если бы мне позволительно было отвечать вопросом на вопрос, а я бы спросил вас, а как вы решаете этический вопрос в рамках традиционного исследовательского образования? Он так же никуда не девается. я понимаю значение его и очень скромно этот вопрос опускаю на полях. Я с вами абсолютно согласен, что мировоззренческие ценностные отношения, если его нет вот этого, если хотите, антологического такого вопроса, то инженерия способна на все, в том числе на разрушение. но в рамках современного образования есть разные подходы в школьном образовании, это педагогика сотрудничества, отношения к ученику к объекту и так далее. Владимир Семенович, вынуждено отреагировать, но если бы в современном образовании все так было хорошо, мы бы не обсуждали то, что происходит в современном мире с этикой и с этической позицией. Владимир Семенович, в дискуссии скажите. Евгений Банимович, вы знаете, я никогда бы не думал, что этот вопрос был задавать я, но во время, вот, у меня не покидала одна странная мысль во время выступления, что легче было бы перевести обратно на английский, потому что на каждом слайде вы почти что воспотыкались в поисках русской терминологии, в смысле русского эквивалента и сегодня в языке это чья проблема? Это проблема русского языка, России, ваша, вот что это значит? Нет, моя личная, в силу моих ограниченных способностей, я серьезно говорю, это не эпатажный ответ, а второе, это мое, так сказать, ограничение, я работаю сейчас в международном коллективе и, соответственно, на меня отпечатывают с этим, мне каждый раз нужно, так сказать, контролировать себя дополнительно, а третий принципиальный ответ, а третий принципиальный ответ, некоторые вещи я не могу номинировать, попытки пробовали ли вы решить такую задачу, как мышление, перевести на английский язык, ничего кроме critical thinking не приходит в голову, а оно не схватывает суть этого процесса, вот с такими сложностями я довольно часто сталкиваюсь, вот отсюда мои ограничения. ну так вот если русский язык в обратную сторону, да, если мы говорим про мышление, если русский язык не может этого воспроизвести, так может быть здесь есть какая-то проблема? ну конечно, ведь если... вот я и спрашиваю, вряд ли ваше личное... ну у этого есть, мне кажется, вы это сами прекрасно понимаете, поэтому я свой вопрос считаю вас немножечко риторическим, но конечно, те новые области деятельности, которые вырвались в другом языке, они естественно транслируют языковой еще и след в другие языки, ну так же, как я перевернул свою задачу, скажу, ну спутник, да, где мы прорвались, где мы первые поставили имя, его вынуждены другие использовать, так и сейчас мы вынуждены использовать кучу американизмов в нашем языке, чтобы что-то... То есть мы когда-то прорвались в мышление? Ну, несомненно, а чего вы? Что-то другое. Ну гений, понимаете, я для всех скажу, что Евгений, помимо того, что он прекрасно математике учителей, ведет сейчас большие работы по математике, защитник прав ребенка и так далее, он еще поэт и переводчик стихов с французского. Ну да, вот оттуда у него некоторые вопросы идут. Господин... Не надо, не надо упрощать. Да, Павел Сверглаванов, спасибо за интересное сообщение. Вопрос на прояснение позиции. Вот у вас два ряда рассуждений про типологию. Один ряд, что это рядоположенные, какие-то вещи, а второй все-таки его нумерацию делать. Один, ноль, два, ноль, ну и так далее. То есть, какова позиция? То есть, у вас есть какой-то предпочтительный тип или все-таки рядом их? Ну, конечно, как я уже предупредил, что я предвзят в этом отношении, поскольку 20 лет я практикую этот четвертый тип, экспериментирую на себе и на людях, то, конечно, я считаю четвертый тип продвинутым. Мне хочется верить, что то, чем я занимаюсь, это следующий шаг. Да, конечно, я предпочитаю. А это я условно ввожу номинацию, хотя я здесь не оригинален, но это есть масса литературы про средневековый университет, исследовательский университет и, собственно, индустриальный и политехнический университет. Это не моя выдумка, это я копирую. Да. Да, пожалуйста. Андрей Евгеньевич, Антон Зверев, бюллетень просвещения. Скажите, пожалуйста, оставляете ли Вы место в своем новом университете для традиционных лекций? И еще второй вопрос. Статус свобод самого студента может ли он выбирать себе руководителя проекта, профессора? Извините, может быть, это примитивный вопрос? Да нет, не примитивный. Если лекцию брать в исходном значении этого слова, как чтение, лектура, то, конечно, не оставляю, поскольку все, что можно прочитать, уже выгружено в сеть автоматически в момент создания этого текста. В этом смысле лекция ведь исторически появилась, как поскольку книжка была одна до книгопечатания. В этом смысле лекции нет, не оставляю. Но форма коммуникации, когда один вещает, а остальные слушают, какое-то время, ну, хотя бы минут 30, она, конечно, присутствует в школе, но она очень ограниченная, имеет форму и сжимающаяся. Люди не готовы, как вы понимаете, в такой форме взаимодействовать. Так, коллеги, вопросы? Задавите вопросы, говорите в микрофон. Сколько регионов, Надежда, сколько регионов сейчас с нами? Студент может себе выбрать преподавателя и менять этот выбор там в течение месяца, там, года? Хочется ответить да, но я не понимаю, что вы спрашиваете, потому что в традиционном учебном плане организационно это крайне сложно сделать. Его структура не позволяет такие вольности. Вот, Виктор Александрович знает, когда-то, много лет назад, конкретно в 98-м году, я предпринял такой отчаянный эксперимент. По нужде, а не от красоты к образованию, мне нужно было иметь какие-то учебные планы. Так у меня была устроена жизнь, что я вынужден был перепроектировать учебный план и заставлять студентов в следующую неделю идти уже на другие занятия, которые я не знал, когда писал расписание, что они у меня будут. Приезжал очередной американский профессор, у него смещался и так далее, и так далее, и тому подобное. И, столкнувшись с огромным количеством таких проблем, я вынужден перейти тотально на индивидуальные траектории. Сказавший, а приходится говорить, б, раз индивидуальные траектории, следовательно, студент должен получить возможность выбрать, а следовательно, и завкафедрой должен получить возможность выбрать, кого он хотел бы видеть у себя на курсе, а кого не хотел бы выбрать, вывести на себя, и так далее, и тому подобное. В итоге кончилось тем, что на вуз тысячи студентов, у меня столько училось, мне пришлось вместе с у товарищей создать сложнейшую информационную систему управления такого рода расчетом, и выдавать каждому, а тогда еще не было у каждого этих смартфонов и всего остального, 98-й год, и когда я вывешал расписание, это было примерно половинкой этой стены и высотой 2,5 метра, и каждый студент находил себя каждую неделю и шел на то занятие, но пришлось отказаться от академической группы, группа перестала существовать, естественно, ну и много других важных следствий, которые были, казались очень дикими тогда моим коллегам, завкафедрой и профессорией. И пройти лицензирование и аккредитацию он очень с большим трудом мог. Кирилл? Андрей Евгеньевич, спасибо. У меня, правда, вопрос. Так, все. Да, Митрофанов, Кирилл Феррон в данной ситуации. У меня два вопроса. Один, вы сейчас стали рассказывать, поэтому стало интересно. Значит, группы у вас ушли, но по контексту у вас есть факультеты, у вас есть кафедры, у вас есть проектные группы, то есть как устроено организационно, это первый вопрос. Потому что, ну, есть некоторая непонятность. Да, и второй вопрос, он про другое. Ну, проекты программное мышление это на самом деле историческая, да, структура. Более того, ограниченная в своих возможностях и с определенным количеством рисков. Один из которых связан с ограничением времени проекта и его последствий. Если не идти назад, в то же исследование или там воспроизводство, а вперед идти, есть ли другой тип, кроме проекта программного, так сказать, ядра, возможного фантазирования или помысливания себе иного университета? Ну, второе, мне не хватило воображения, поэтому я считаю, это пока интересным. И от общей идеологии проектно-программной дойти до устойчивой технологии работы это огромный путь. Просто огромный путь. И сделать это непротиворечиво не на группе из пяти человек, а на воспроизводимой, управляемой, устойчивой структуре это очень сложная организационная задача. Вот я на нее потратил 20 лет и не думаю, что я везде добился успеха. А что касается вашего первого вопроса, может быть, тот кейс, который я рассказывал про индивидуальную траекторию, это было не про школу с Колком. Это было про тот проект, о котором говорил Виктор Александрович. Я экспериментировал еще в первом проекте. Это мой второй стартап в образовании. На первые 12 лет ушло, а сейчас 6 уже лет. Там пришлось закрыть... Факультеты были виртуальными. Ну, то есть, потом мы для того, чтобы выдать диплом, приписывали студента к какому-нибудь факультету, чтобы получить выписку к диплому, чтобы он был потом социально нормальный. Вот. И все. И наша система информационная сложно пересчитывала всю его индивидуальную траекторию в стандартную выписку к диплому. Менеджмент, или финансы, и кредит, или что-нибудь еще. И вот тогда мы с Виктором Александровичем долго это обсуждали. Это такую хитрую штуку. Приходилось изгаляться, чтобы соответствовать. Но ни кафедр в этом смысле, ни факультетов не было. Пришлось закрыть и пожертвовать этой организационной структурой. Но мне было не страшно. У меня всего было тысяча студентов. Хотя это привело к большим социальным последствиям. Например, в ряд людей возмутилось и хлопнуло дверью уважаемых. Что понятно, это всегда надо заплатить за организационный переход. Но вот желание сделать индивидуальную траекторию привело к таким глубоким организационным последствиям. Но я сейчас говорю не про школу Сколково. В школе Сколково изначально нет кафедр как таковых. У нас есть Endowment Chair. Меня критиковали за английский язык. Но это только потому, что мы хотим деньги получать спонсорские от компаний для того, чтобы профессора интересного найти и чтобы он мог работать устойчиво независимо от конъюнктуры рынка. Но это другое. Это не кафедра в классическом смысле слова в бомбальтовском. А в том первом проекте мне пришлось отказаться и от факультетов и от кафедр, сохранив их как внешний фасад. Остались индивидуальные траектори и компьютер. И большое-большое... Спасибо.